Так, у нас сегодня операция эвакуация. Операция эвакуация, которую зовут Елена Степановна. О, ты близко подошел. А вон у нас объект нашего вожделения. Командоватчик операции будет Баба Валя. Генерал. Исполнительный директор Елена Степановна. Ну, а я уж так это. Я так, на побегушках. Короче, смотрите, не переключайтесь. Чем же закончится это дело, мы сами еще не знаем. Да, идем мы. Елена Степановна. Никто не догадается. Всем привет. Так, у нас сегодня операция эвакуация. Операция эвакуация. Называется. Так, вот эта тетка, которую зовут Елена Степановна. О, ты близко подошел. А вон у нас объект нашего вожделения. Вожделения. Какого вожделения? Спасение? Спасение эвакуации. Овечка белая. Овечка белая. Я не знаю, как-то там пристанешь, нет? А где пристанешь? А там нету, по-вожжу. Командоват операции будет Баба Валя. Генерал. Генерал. Исполнительный директор Елена Степановна. Ну, а я уж так это. Я так, на побегушках. Короче, смотрите, не переключайтесь. Чем же закончится это дело, мы сами еще не знаем. Ой, боже. Итак, друзья, как же так оказалось, что овечка оказалась на другой, противоположной стороне реки. В конце лета в собаке разогнали табун овечек, который есть в деревне. Овечки так испугались, что, короче, в разные стороны рассыпались, в рассыпную. И одна овечка, моего папа овечка, переплыла на ту сторону реки. Овечка умеет плавать. Они плавают, очень хорошо плавают, но... И когда шерсть намыкает, она может утонуть. Короче, овечка переплыла на ту сторону берега реки Тары. Там и ягнилась. Выкормила ягненка своего. И потом, через какое-то время, ну, ягненок окреп, все, она назад, ну, приплыла, пришла домой. Некоторое время, ну, родители замечали, что овечка была, как говорится, на снастях, потом пришла она почему-то худая. Ну, и видно, что вымя набухшее молоко есть, но ягненка нет. Ну, подумали, наверное, может быть, ягненок пропал где-то. Узнали мы, узнали, сказали люди, что на той стороне реки Тары есть овечка белая. Короче, мы решили доставить ягненка своей мамке, своей, как говорится, овечке. Так что и поплыли с Еленой Степановной, и вот у нас такая вот операция эвакуации. Кому интересно, смотрите, комментируйте. А для вас будет просто интересно, как, может быть, не дай бог, окажетесь вы или ваша скотина в такой ситуации, как можно выйти из этой ситуации. Как делаем мы? Ну, вот делимся своим опытом. Елена Степановна, короче, идет спереди. Не, не, нужен ли? Не, не, нужен ли? Слава богу, если он нам не пригодится. Идем. Вот прямо к месту дислокации. Вот тут такая сумка. И сейчас идем. Снимаю на телефон. Потому что видеокамера у нас в других руках, более надежных. Да. Это у нас место называется Еремина. За деревней. Там наверху высоко кладбище наше деревенское. Кладбище православное. Так, сейчас выходим вот сюда. Все, друзья, качаем лодку. Качай давай. Вот туда надо. Подняться там. Вон он, беленький. Все. Степановна качает. Слава богу. Сейчас будем... Сейчас поплывем. Один нацик готов. Сейчас второй. Второй. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Переплыли Лодку оставили внизу Идем вниз Это вниз Идем Мне вот взял Придется, может быть, ловить Может быть, она завязала Ягнешка Девушки отдыхают 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 Но Объясняю На берегу у нас стояла Баба Валя Наша снимала Нашей вот этой Сонькой Видеокамерой Но Вследствие того, что там было очень Большое длинное Большое расстояние И Штатив я с собой не взял Руки у нее Нет у нее навыка Такого хорошего снимать и в итоге там что тряслось руки тряслись получилось так расплывчато объясняю моменты которые те которые вы остались за кадром их не увидели мы для того чтобы поймать ягненка брали не вот такой вот бредень ну не вот он метров если так его раскрутить там метров на 15 будет он небольшой такой старый не вот такой речной или озерный как это назвать я думаю что он у всех есть короче стали когда ловить эту игнушку она видать отечала за эти три недели которые она там прожила ну и отвыкла там как говорится от людей да и и гнилась она как не видев людей мы стала туда-сюда по берегу бегать в итоге мы сюда она от нас мы туда-сюда пришлось применить мне не вот который елена степанова не хотела нести говорила я ее я ее поймаю веревкой простой там кину как эти ковбой этой лассо так называемые поймаю но нифига она не поймала это только в картинках и в кино про комбоев и индейцев это так а на самом деле это довольно таки проблематично так вот кинуть лассо и с первого раза поймать короче расти раскрутил я не вот перегородил одну сторону берега и него игнушка то она раз от этой от воды раз запрыгнет наверх и все блин тут и нет перегородил я там часть этого берега елена степана тут около воды стало держит а там я закрепил это все на ветках ну закрепил о дождик начался закрепил и стал гнать ее к елене степане ну раз не получилось два не получилось а да как я закрепил не вот это как расположил буквы г сделал так берег один перегородил и немножко так ну раз не получилось у нас второй раз не получилось она чё и подбежит раз и назад там к вес сверху учитывая все эти обстоятельства я все поправлял одно крыло не вода ну в итоге в итоге она побежала на третий раз третий дубль у нас был видит не вот раз в него ну не может и назад на тут и я подоспел раз и схватил ее так что вот так вот с помощью невода рыбацкого бредня мы поймали эту игнушку это будет ну кому-то если у кого-то будет такая ну и игнушка где-то овечка ягница где-то вдалеке в лесу и домой не захочет прийти вот такой вот интересный с помощью невода или сети или другой какой-то подручный материал такой вот что который можно быстро расстелить вот это разложить и поймать вот такое вот вооружение берите откуда я это знаю много лет назад когда я еще был маленьким ребенком у моего дедушки петра григорьевича ветераны великой отечественной войны царство его небесное лежит уже несколько лет в земле тоже случилась такая история похожая только овечка и гнила с двумя игнятами в поле и в поле и никак не хотела домой он тогда он на лошади верхом пытался всячески не и никак вот пока мы вот не расстелили ну тогда яда кто-то я уж не помню кто ну не взяли вот раскрутили его поймали и гнят и тогда овечка за и гнятами пошла так что вот так вот друзья мои вот такой вот вот такой вот экшен у нас получился вот держишь скотину так что есть вероятность делать какие-то вот эти такие манипуляции ну скотина преподносит маленькие сюрпризы вот такие вот когда ну нам надо делать какие-то интересные такие вот движение с невыными совсем ладно вовка не близко ну что где спасатель там с лодкой ну что к мамке поедешь по ней мать забыл уже да ну раз стоял ждал на берегу на постоянку бежать больше никуда мать бросила тебя убежала она думала подрос поэтому переплывет так он идет рыбак идет у меня руки дрожат пока донесла сколько килограмм 10 будет меньше ночь больше пяти чё при пухла главный рыбак идет у я еле дотащил ее она живучи бабы видишь какие живучие она около двух недель наверно там скакала месяц не я не месяц с мамкой может быть ну что спасатель скажешь операция завершилась эвакуации благополучно теперь домой эвакуированный находится удовлетворительном хорошем состоянии замерз промок да ничего она не замерзла его дрожит от страха дядька с теткой ловили ему пришлось выжить много и снег был какой ну он уже большенький большенький уже на камеру ну что мы готовы ехать домой пойдем развязывать вам к мамке пойдем вот это твой дом запоминает раз родилась поле не орёшь не орёшь приезжай Голубь не тёпкая, но он у всех ищет птичку. А где она? Вон та? Вон та, наверное. Мань, 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 мань. Ага, вон та. Всё, вон. Ест эту. Пробуй. Смотри, всё равно реагирует немножко. Мань, 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 мань. Слушай, всё равно она. Иди, да не это. Хе-хе-хе. Ага. Всё равно её ещё. Ты вошла за какой. Настырный. Ай! Что тут-то всё равно-то? А дыбы... О, а это такой марш. Да всё же даёшь. Привыкнут. Память. О, а это всё равно её сейчас. О, чё! Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok